МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Полным ходом, сколько зерна убрано с полей края. Первое свое жилье, сколько алтайских детей-сирот получат новые квартиры в этом году. Капризы осени, какая погода ожидается в крае в ближайшие выходные. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но то, что на сегодня урожайность выше, чем в прошлый год, нас это радует. В прошлом сезоне, напомним, средняя урожайность пшеницы составила 15 сантиметров с гектара. По словам Александра Лукьянова, в техническом плане уборочные компании ничего не мешают. У сельхозпредприятий достаточно комбайнов и косилок. Кроме того, фермерам начали выдавать компенсации за горючие смазочные материалы. На эти цели из федерального бюджета Алтайскому краю выделен 361 миллион рублей. Пока фермерам перечислили 50 миллионов, в дальнейшем переводы будут осуществлять дважды в неделю. 400 детей-сирот получат в этом году собственное жилье. По словам представителей краевого жилищного управления, это вдвое больше, чем в прошлом году. Накануне семеро из них получили ключи от жилья в одной из барнаульских новостроек. В однокомнатных квартирах уже выполнена первичная отделка, оборудованы санузлы, установлена электрическая плитка. Среди тех, кто обзавелся долгожданной жилплощадью, Анна Пархадская. Она ждала этого момента больше трех лет. На скромной площади в 35 квадратных метров она будет жить вместе с тремя детьми. Половина комнаты разделится встроенным шкафом, чтобы сэкономить пространство и место. Комната будет отдельно для детей с третьим выдвижным местом, трехъярусная в общем кровать. Балкон будет оборудован под рабочий кабинет. Как отмечают краевые чиновники, новые квартиры получают исключительно дети-сироты, чье право на льготу подтверждено судом. На данный момент таких в Алтайском крае сегодня 900 человек. Для обеспечения их жильем нужно более миллиарда рублей. Всего же на квартиры в крае претендует почти 7 тысяч сирот. Чтобы обеспечить квартирами всех, нужно уже около 5 миллиардов. Подробнее о проблемах, стоящих перед нуждающимися в льготном жилье, смотрите в вечернем выпуске. Алтайские спасатели предупредили об ухудшении погоды, сообщает Политсибрус, со ссылкой на Главное управление МЧС России по Алтайскому краю. Какие еще новости попали в поле зрения журналистов изданий Сибирской медиагруппы, смотрите в обзоре. Погода ухудшится, предупреждают спасатели. В ближайшие два дня пройдут дожди, грозы, порывы ветра достигнут 16-18 метров в секунду. Как пишет полиция БРУ, станет прохладнее. Уже завтра во многих районах края будет не выше 18 градусов тепла. Бывший опер из Барнаула попался на взятки. За эти деньги он обещал решить проблемы с коллегами, сообщает Комсомольская правда Барнаул. Теперь уже бывший оперополомоченный из Новосибирска, который ранее работал на Алтае, скоро окажется на скамье подсудимых. Используя свое служебное положение, полицейский предложил Барнаульцу передать ему взятку в 300 тысяч рублей за якобы решение с оперативниками края вопроса о прекращении проверки, сообщает в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по региону. В действительности же заниматься его проблемами не собирался, а деньги хотел потратить по своему усмотрению. Но все сорвалось, когда экс-полицейский должен был получить часть взятки, его задержали. Сейчас он находится под стражей, расследование продолжается. 20 педагогов из Алтайского края получат по 200 тысяч рублей. Деньгами их поощрят накануне Дня Учителя. Пишут аргументы и факты на Алтай. На федеральном уровне в рамках конкурса отбирали учителей школ, которые реализуют образовательные программы начального, основного, общего и среднего образования. В итоге от Алтайского края выбрали 20 педагогов. Каждому Министерство просвещения России перечислит по 200 тысяч рублей. В список попали 4 педагога из Барнаула, лицеев номер 74 и 129, 40-й гимназии, школы номер 117, а также учителя Избийска, Славгорода, Заринска, Новоалтайска и районов края. Татьяна Голубева, Наши новости. 500 компьютеров поступит в малокомплектные школы края. Из бюджета региона на эти цели выделено 20 миллионов рублей. Как сообщает официальный сайт правительства региона, техника поможет проводить дистанционные уроки и педагогические советы учителей онлайн. Кроме того, 4 школы, где организован подвоз учащихся, получат новые автобусы. На эти цели из краевого бюджета выделено 20 миллионов рублей. Стоит отметить, что работы проводятся в соответствии с поручением президента по поддержке сельских малокомплектных школ. Численность таковых в нашем регионе составляет 60%. В Рубцовске установили мемориальную доску в честь погибшего полицейского. Она появилась на школе, где учился Сергей Блынский. В торжественном митинге приняли участие школьники, мать героя, коллеги, ветераны и учителя. Мне довелось его учить. Но я не только его учила. Я была его соседкой. И он вырос у меня на глазах. Это добрый, отзывчивый, очень активный мальчишка. Командир СОБРа Сергей Блынский погиб в Дагестане 6 лет назад. Он находился в пункте временной дислокации в районе, на который произошло нападение. В результате погибли четверо полицейских. Подполковник Сергей Блынский, майор Виктор Шенкель, майор Иван Собин и капитан Сергей Кривенко. Это была девятая командировка Сергея Блынского на Северный Кавказ. Подполковник награжден медалями за отвагу и за заслуги перед Отечеством. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноз погоды компании Валар. А какой глицин принимаете вы? Принимайте глицин Форте Валар. Он отличается высоким содержанием глицина, усиленного витаминами для мозга. Качество гарантировано международным стандартом GMP. Глицин Форте Валар. Почувствуйте разницу. В Крае переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный умеренный. День обещает быть теплым. В Валейске, Белокуре, Хибийске и Славгороде 24 тепла. Плюс 25 ожидается в Зминогорске. В Камнино-Обии и Заринске чуть прохладнее. Около 22. В Барнауле без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 22. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722-440. У меня на этом все новости. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok